Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме, и сегодня у нас, можно сказать, слегка необычная тема на обзор, потому что у нас на обзоре бар, и бар это спортивный бар, ну в данном случае здесь небольшое диско, здесь прям сверху написано, здесь можно танцевать и прочее, и прочее, поэтому да, здесь представлено некоторое количество напитков, но нас-то в основном интересуют закуски, здесь много всякого, особенно мне понравилось количество всяких комбо, поэтому будем брать комбо, чтоб на компанию. Ну, как говорится, бар есть бар, и ничего особо дешевого вы здесь не найдете, то есть нас встречает красивая симпатичная менюшка из плотной хорошей бумаги, и цены на ней соответствующие по 200, по 150, по 300, 150, 300, и так далее, и так далее. Другими словами, начнем с чего-нибудь подешевле, а потом разойдемся, я уверен, а действовать мы решили следующим образом, так как здесь менюха симпатичная, классные фотки, и турист, по большому счету, не знающий, что и как, он может же тыкать фотки правильно и выбирать, потому что обычно в каких-то забегаловках там такие зашакалистые фотографии, что ты не разберешься, а здесь вроде как выглядит все неплохо, но я уверен, что люди, например, уже которые меня смотрят и приехали сюда, они руководствуются некоторыми знаниями, и они знают, что вот, например, вот эти колбаски, он их должен сразу узнать по виду, это будут анисовые колбаски, не надо их заказывать, а вот, например, какой-нибудь набор из колбасок или вот те же самые мидии, мы, кстати, проверим, какие здесь мидии, так вот набор из колбасок или какую-нибудь вот такую грильную рыбу, здесь можно смело заказывать, ну вот, наверное, с мидий и начнем, у нас был опыт не очень вкусных мидий, где их передержали и так далее, посмотрим здесь, это должны быть закусочные мидии, стоят они 139 тысяч, что для мидии недешево. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке, для поддержки канала есть несколько возможностей, первое, это, конечно же, просто разовый донат, огромное вам за это спасибо, а также можно оформить подписку на Бусти или Патреон, что получаете вы на них, первое, все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций, второе, это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех, и третье, упоминание в финальных титрах с благодарностью, а если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности, чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. Что ж, мидии уже и подоспели, давайте быстренько с них и начнем. Ага, как тут с ноги? О, да с соусом. Они, правда, закусительные. Очень мощный вкус. Мидии вполне, хоть и не крупные. Вот у меня есть два варианта мидий, как я их люблю. Прежде всего, это на пару с каким-нибудь нежным наполнением, и тогда ты кушаешь в основном саму мидию, это понятно, чтобы вкус моря и все такое. И второй вариант, это закусывательная мидия. То есть, по большому счету, где вкус самого моря не так важен, важно наполнение, острота, мощность. Но чтобы мидия все-таки чувствовалась. И здесь, пожалуй, это им удалось. То есть, здесь неплохо сочетается и сама мидия. Вполне себе свежая, неплохая. И очень мощный, интересный вкус. Ром, обязательно пробуй. Потому что, на мой взгляд, это просто здорово, это хорошо. Никаких проблем с этими мидиями я не вижу. И очень неплохой соус придуман у них тут. Отковыривайся. И вот так. Что скажешь? Ну, я скажу так, что это на любителя, потому что соус слишком сладкий. И как закуска я не могу это ассоциировать у себя в голове. Потому что сладко. Слишком прям как десерт. Ну, тут, может быть, я с Ромой согласен, но мне понравилась острота. Да, мне в общем и целом понравилось сочетание то, что сладковато. Ну да, есть такое тамарин с сахаром, с чем-то еще разбавлено. Это полноценный самостоятельный соус. Другое дело, что на любителя. Он у меня некоторое ощущение ореховости вызвал. Нет такого у тебя? Не знаю, когда слишком сладко, я вообще не могу вкусы различать. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вот видите, соответственно, два мнения. Вот вам Ромина мнение. Сладко, значит, не закуска. И соответствующее мое, когда я говорю, что почему? Почему нет? Это вполне себе самостоятельная штука, которая, честно говоря, мне нравится. Самое главное, мидия сама по себе не передержана. Чеснок имеется. Да, сладко. Да, остро. Вот такое вот у них блюдо. Почему нет? Окей. Едем далее. У нас тут уже подъехало. Что ж, приступим и к морепродуктам. В данном случае слегонца приступим. То есть возьмем рыбу. Рыба эта называется пампана. Это прекрасная, мы уже много раз пробовали рыба морская, естественно. Рома не будет против абсолютно. Мне было интересно, как здесь ее готовят. Это та рыбеха, которую обожает моя мама. Когда она здесь приезжала, когда она здесь была, никакой другой рыбы ей не надо. Закажите ей, значит, пампана. Так что имейте в виду, не исключено, что вы приедете и вы будете знать, какую рыбу вы тоже хотите заказать. Ну ладно, крутить спрингроллы мы не особо будем. Хотя здесь наполнение для спрингроллов приличное. Здесь много всякого салата, прочих нарезок, ананас даже есть и огурцы. И вот этот вот соус мы обязательно тоже попробуем. Еще меня заинтересовала вот эта штука. Типа синие какие-то кристаллики. Ну выглядит как соль. И я спрашиваю, ребята, а что это такое? Потому что первый раз я так быстро хватанул, и оно жутко соленое. И они говорят, нет, это просто обычная соль. Ну да, она такая вот покрашенная и жутко соленая. Ну, короче говоря, то есть ничего несъедобного вам, слава богу, на тарелку не положили. Что ж, давайте заценивать, открывать, как они погрели-то. Нормально, ненормально? Сочность-то есть там? Ну, давайте смотреть. Так, показывайся, сочность. Ну, то, что это морская и замечательная рыбеха, это понятно. Только хребтинка и все, никаких косточек. Ну, я бы так сказал, чуть-чуть передержаны. Вот здесь вот все должно плавать в соках. Ну, вот, может быть, на брюшке получше чуть-чуть, да? Вот где-то здесь, да. Да, здесь вот она явно посочнее. Ну, что ж, главное на вкус. Давайте заценивать. Да, здесь брюшка явно лучше удалось. Ну, вот я откуда-нибудь с брюшка-то и возьму. До этого у нас были закусывательные меди. А это у нас закусывательная рыба. Очень мощный вкус. Прям очень мощный. Это вкусно. И я в очередной раз хочу сказать, это мощный вкус, во-первых, по остроте, во-вторых, по соли. Третьих, ну, грильный вкус, это нормально. На меня бы и девчонки, опять же, обиделись, если бы я сказал, что это исключительно мужицкое блюдо, которое, значит, взял бокал пенного, выпил и, значит, этой рыбкой закусил. По большому счету, по большому счету, так и есть. Но, зная своих подписчиц, я скажу, что да, и на некоторых из вас это тоже рассчитано. Это вкусно. Это закусывательно. Это, по большому счету, мне нравится. Это не поесть в нормальном понимании дел. Чтобы съесть эту рыбу, у вас уйдет, ну, полчаса точно. Потому что вот прям так, со шкуряткой, вот с этой вот ядреной, могучей шкуряткой, вы так быстро не съедите, придется запивать. Ром, хватай, я здесь, в общем-то, подрасковырял. Соответственно, спинку можно, брюшко можно. Давай, вот я спинку пока какую-то возьму, а ты давай там. Спинка чуть-чуть суховата, но, знаете ли, не настолько, чтобы прям криминал. То есть, вполне себе. У нас тут стоит официант. Ну, во-первых, ему интересно, как все происходит. Он вечно бегает за камерой и смотрит в мониторчик, что там у Ромы видно. И он нам все время говорит, ребята, ребята, спрингролы, не хочу я спрингролов. Я лучше этот ананас отдельно загрызу. И лучше свежим огурчиком ровно так же закушу. Это в данном случае манго, а вот это огурец. Чтобы освежиться. Потому что, на мой взгляд, вот когда это все будет в смеси, чуть-чуть рыбы, куча вот этих вкусов, ананаса, манго, огурца, за ними рыба спрячется. И ты не почувствуешь вот того прикола, во-первых, действительно рыбного, во-вторых, той самой мощности, как она приготовлена. Поэтому, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд, было бы здорово есть вот так и сидеть, закусывать тем вкусом, который тебе нравится. В том числе, например, и просто свежим салатиком. Роман? Ну вот здесь, в отличие от мити, на мой взгляд, очень сбалансированный соус и по остроте, и по сладости, и по соли. Здесь нет вот этого слишком ярко выраженной сладости какой-то, которая все перебивает. Ну и вообще, вот эту рыбу я просто обожаю. И для меня ее испортить, наверное, невозможно. Одна из моих любимых вьетнамских, да? Мы уже теперь знаем это. И даже если чуть-чуть ее передержали, все равно я ее очень люблю. Тут я с тобой полностью согласен, это здорово, хорошо. На мой взгляд, вот все-таки, Ром, обрати внимание, что вот много подряд не съешь. Вот ты запиваешь уже, да? И, соответственно, ты чувствуешь, да, вот прям горит немножко рот. Ну, то есть, серьезно. Ну, приятно, я бы все равно. Нет, никто с этим не спорит. Я к вопросу о том, что это все-таки барная, закусывательная такая рыба. Это не нежненько, знаете ли, на пару приготовлено. Ну, скорее всего, я схомячу одну секунду, потому что я ее все-таки прям очень люблю. Ну, отлично. На мой взгляд, это закусывательная, а для Ромы это поедательная, да? Ну, и отлично. Здорово сошлись во мнениях. Приступаем к следующему. Оно здесь у нас уже стоит. И это выглядит, господа, довольно эпично. А вот это уже комбо. Те самые комбо, за которыми мы, в общем-то, сюда и зашли. И я прежде всего хочу рассказать о разнообразии. То есть, по большому счету, здесь кажется, что здесь 4 вида мяса. Но не только это. Колбаски, стейк, полноценный стейк. Свиная, нет, это не грудинка, это на ребрах. Ну, там с грудинкой, может быть, короче, свиные ребрышки. И куриные крылышки. Плюс ко всему. Здесь грибочек шитаки. Здесь поджаренные овощи. Здесь картофель. Здесь кукуруза. Здесь кимчи. И лайм, и салат. Полноценный, еще неплохой салат. Жалко, мазика сверху не полили. Или плошечку мазика не дали. Но здесь какие-то дополнительные соусы есть. Что ж, начнем, наверное, с колбасок. А я вот уже облизываюсь, честно говоря, на стейк. Потому что я вижу, что они еще и в прожарку умеют. И этот стейк, никто нас не спрашивал, как это должно быть. Но он медиумный. Колбаска. Кракская. Серьезно, она самая. Ну. Хорошая, вкусная, кракская колбаска. Ром, хватай. Давай. Ставлю на середину. Вот одному это точно не съесть. А стоит это, если мне не изменяет память, 439 тысяч донгов. Но это на двух, а то, может быть, и на троих человек. Слушай, давно я кракуской не ел. Капец. 499. Все-таки память меня подвела. Короче говоря, 500 тысяч это стоит. Ну вот это чисто закусь приятная. Да, мясная тарелка. Ну и мы решили с Ромой сначала все попробовать, а потом уже говорить мнение. Потому что иначе это будет очень долго, если мы тут будем разглагольствовать, размусоливать. Здесь стейк. Это хорошая говядина. Здесь полито перечным соусом. Плюс веточка перца. А я не знаю, вот этот же тоже самый соус. Да. Его здесь достаточно. Слушай, это на удивление хороший стейк. Офигенный. Офигенный. Я, честно говоря, ну вот там с краев-то он прям зажарен-зажарен. А в серединке, где он медиумный, это вообще то, что надо. Давай вот я с этим соусом тоже. И теперь второй неперечный соус. Ну, это тот самый сгущеночно-острый. Он очень острый. Ну, я не уверен, что он к стейку. Действительно, пожалуй, нет. А вот тот самый перечный, который и здесь есть дополнительно, и которым все это сверху полито. Это вот прям хорошо. О-о-о. Вот это удачный сюрприз. Давай свинью пробовать. А теперь свинина на ребрышках. Слушайте, мясо здесь прям прилично. Прям вот действительно неплохо. То есть, другими словами, есть, что пообгрызать. И это мягко. Это хорошая жирная закуска. Барбекюшный соус. Мягкая, отваренная заранее свинина. Мне не до чего докопаться вообще. Роб, ты уже тоже съел, да? Тогда давай, хватаем крышки. Ну, здесь придется задействовать обе руки. Могла бы быть и посочнее. Чуть-чуть передержали. О, интересный местный вкус. Ну, давайте и начнем потихонечку обсуждать то, что нам принесли. Ну, если к краковским колбаскам у меня никаких претензий нет, это просто обычные наши краковские колбаски. Вот этот вот рогалик, который они накрошили, подогрели. Не пожарили, а подогрели. Зажаренных я никаких здесь не вижу. Не исключено, что это просто, знаете ли, в микроволновке так подогрето. То вот, что касаемо... Да, кстати, Ром, если, да, по поводу колбаски добавить что-то. Я хочу узнать, где они ее покупают. Да, ну, по большому счету, да. У нас здесь нечасто это дело встретишь. Да вот насчет стейка. Я должен прям расплыться в некоторых комплиментах, потому что это очень вкусно. И мы не просили прожарку, и они ее сделали. И здесь все кусочки, в общем-то, шикарно сделанный медиум. То есть никаких вопросов. Плюс отличный перечный соус. И вот эти вот горошки перца мне тоже очень нравятся. Если их отдельно грызть, это прям взрыв аромата и мощности вкуса. Вот так всю ветку не надо грызть по одной горошинке. Достаточно. Это прикольная тоже закуска. Ром, по поводу стейка. Мне этот стейк понравился даже больше, чем в ресторане онлайн. Ну, тут я, пожалуй, не согласен. Но это дело вкуса, как говорится. Что тебе в нем понравилось? Да, он очень мягкий, очень такой, как сказать, текстура мяса прям очень приятная. И соус офигенный. Но ты в курсе, что это отрез типа планка? Типа, типа, я не настаиваю. Это малюсенькая, тоненькая, значит, мышца. Это никакой ни рибай, ничего. Потому что здесь есть жилы. Это, скорее всего, даже бедро. И что? Ну, я к тому, что там мы пробуем, значит, этот самый Нью-Йорк плюс филе на Тибоуне. И тебе бедро нравится больше, чем вот те стейки. Получается так? Получается так. Окей. На самом деле здесь важно, конечно же, как пожаришь. Это неплохой стейк. Свинья. Здесь мы таких ребушек крутых еще нигде не находили. В основном везде полный отстой. Ну, я бы сказал так. Здесь ребрышки, по крайней мере, богатые мясом. Это нужно отметить. То есть, это не те ребрышки, которые, вот действительно, Роман, наверное, прав, где ты обгрызаешь косточку, а там вот пленочка вот эта натянута вокруг косточки, и на этом все. Да, либо обгрызаешь, либо они какие-то супер пережаренные, либо они резиновые, либо их вообще просто в супе принесли. Зачем-то. Здесь они крутые. По большому счету, я примерно так же готовлю, за исключением соуса. Здесь, на мой взгляд, он слишком масляный такой, отдает чуть-чуть маслом. Мой соус немножко другой, а в остальном ребра шикарные. Это заранее отваренные, это мягкое мясо, это неплохой барбекюшный соус, и ты ешь полноценное, хорошее мясо. Ну и давай заканчивать про курочку. Вот по курочке я бы все-таки небольшой минус поставил, а именно за счет передерж... из-за передерженности. Дело в том, что крылышки внутри должны прям сочиться. То есть, это должно быть, ну, на мой взгляд, мясо, вот как, знаете, киевсишную, вы же все пробовали, и вот ты разламываешь, внутри там прям сочно, а снаружи, значит, она такая запеченная, ну, в кляре в данном случае. Здесь можно то же самое сделать в барбекюшном варианте. Мне понравился у них соус, он необычный, но вот чуть-чуть передержанно. И, на самом деле, небольшая претензия, потому что все равно это вкусный и неплохой соус. Мне соус тоже очень понравился, мне очень приятная острота, и когда на крылышках крутой соус, мне все равно, какие они внутри, передержаны или нет. Ну, это действительно, это если докапываться. Другими словами, за 500 тысяч краковская, конечно, может быть, это здесь и лишнее, но это экзотика для местных, не забывайте. Это для нас, знаете, такое, самая дешевая колбаса, которую пошел купил там, не знаю, я раньше ее покупал, по-моему, за 150 рублей один вот этот, или она за килограмм была, или за рогалик, 150, вот не помню. Сколько сейчас уж не берусь сказать. Кстати, напишите, вот сколько стоит у вас рогалик вот этой краковской, мне будет очень интересно почитать. Ну, и подытоживая это блюдо, нельзя, конечно же, не попробовать, ром, кимчи, а я хочу вот шиитаки. И картошечка. Отлично, гриб приготовлен. И картошка хорошая. Подожди, а брокколи что, сырая? Или нет? Ну-ка, брокколи. Нет, не сырая. Слегка припущена. Овощи тоже в порядке. Либо мне попалась не очень, она какая-то поплывшая. Не, на вкус острота кимчи, а текстура меня не радует. Она уже какая-то жиденькая. Сейчас у нас профессионал по кимчи скажет свое мнение. По остроте прям очень хорошо. Ну да, она просто уже долго лежит, поэтому такая уже переспелая. Переспелая, да. То есть капуста уже не то, чтобы прям хрустящая, она такая вата. Вот правильно, да, наверное, определение? Вата-образная. Вот до чего мы докопались, что действительно не очень хорошее. То есть, кимчи здесь хромает. Овощички. О, здесь же спаржа есть. Ё-моё, а я и не заприметил. Да, с овощами все в порядке. По мясу тоже все огонь. Ммм. Ну чё, после мяса, Таром, сифуда у нас маловато было. По мясу прям все хорошо. Но у них есть и возможность заказать сет сашими. Давайте-ка посмотрим, что у них из себя представляет сет сашими. Честно говоря, честно говоря, я особых надежд не возлагаю. Но, может быть, они нас приятно удивят. 369 он стоит. Эй, как знал, как знал. Вот даже по одному внешнему виду можно сказать, что, честно говоря, в барах-то сашими заказывать не надо. Прежде всего, бросается в глаза огромное количество вот этой маринованной селедки. Ну, ладно, то он будет доволен. Она ей симпатична. А в остальном, ну, хорошо, из находок это две свежие устрицы. Да, согласен, это действительно сашимная тема. И это неплохая действительно находка в данном случае. Ужасный совершенно тунец. То есть, вот эти вот тунабонита здесь не должно быть по определению. Ну, вот из интересного может быть осьминог. Опять же, посмотрим. И здесь под низом еще приличное количество опять же гребешка. Ну, и лосось, само собой, тоже имеется, но посмотрим на него. По цвету он выглядит средненько. Давайте, что ли, с лосось-то и начнем. Виноград. Виноград вещь. Его точно не испортят. И он, да, он неплохой. Замесим соевый с васаби. Васаби, опять же, видите, из тюбика. Допустим. И кусочек лосося, которых здесь четыре. Ну, кусочки так себе. Эх, ладно. Как есть, так есть. Так и попробуем. Еще и с белесой шкурой. Я что-то не припомню, чтобы на сашиме где-нибудь в приличных местах шла теша. А это именно она. По свежести это неплохо. Не, лосось вполне себе свежий, но, господа, спинку, спинку извольте подавать. Это, конечно, не то. Слушай, тут вот селедки прям от души. Из интересного. Хокигай. вот его, если свеженький, если хороший, то я не против. Да, вполне. Да, вполне. Слушай, ну вот вы замените здесь вот это количество селедки нормальным лососем и уже будет хорошо. Ром, ты что-нибудь вообще будешь из этого? Нет. Вот прям а лосось? Не, ну смотрел всякой херни в интернете и решил отказаться от таких блюд. А что случилось? Боюсь. Ой, боюсь, боюсь. А что, опять червяки какие-нибудь? Ну да. Сжирают мозги в глаза. Ладно. Гребешок. Ну, некоторое количество гребешка. Здесь что-то совсем малюсенький какой-то. Вот этот побольше. Ну и го. Вот. И здесь вроде приличный тоже. Ну давайте вот такой и попробуем. Замороженный, перемороженный в усмерть. Такое впечатление, что это какие-то крабовые палочки, а не гребешок. Серьезно, я никакой ни текстуры гребешка не чувствую. Он на волокна распался с замороженным вкусом. Я съел замороженную крабовую палочку, другими словами, господа. Это ничего общего с нормальным, хорошим, свежим гребешком не имеет совсем. Честно говоря, положа руку на сердце, я вот этого тунца вот такого вот. Не знаю, видно там вам или нет. Я пробовать не особо хочу, но придется. Но это, как говорится, лучше помучиться, поэтому оставлю на конец. А вот осьминожку хочется попробовать. Нарезано слишком тонко, на мой взгляд. Посмотрим, поработал ли с ним хотя бы шеф, отбивалось ли это. Как оно? по мягкости неплохо. По свежести он с душком. Серьезно, он с душком. Давай. я вот, знаете, такой, типа, второй кусочек подумал попробовать, а зачем? Это же с одной щупальцы нарезано. Смысл? Не, ну это не сашими, ни в коем случае. Это же должен быть свежий морепродукт, который отбит и так далее, а здесь нет. Лучше, наверное, тунца этого сначала попробовал. Ну вы поняли, что я сделал, да? Лучше бы этого тунца не чувствовать. Итого по сашими. Господа, вы платите довольно высокую цену, 369 тысяч за по большому счету две небольшие устрички из того, что я уверен, что они хорошие, свежие, можно съесть. Четыре хокегая, а да, и четыре кусочка лосося. А все остальное, ну ладно, давай вот я одну селедочку съем. Ну это продается в упаковках, поэтому с ней как бы ничего такого не будет. Открыли упаковку, нарезали, готово. Это не набор сашими. Это не джинбим. Это не джинбим. Возвращаясь уже к вышесказанному, ну да, подтверждаю свое собственное же мнение. Нечего в барах заказывать сашими. У них кухня заточена под другое. с ноги сняли, от всего отрезали. Я надеюсь, устрица-то нормальная. Сойдет. Только надо на льду это подавать, а здесь никакого льда, ничего нету. Да, оно снизу, но только здесь деревяшка, которая этот холод не пропускает. Нужно класть через листики на лед, а не на деревяшке. Ну ладно. Окей, подводим итоги. Здесь на заднем плане сидели девчонки, и я говорю, девчонки, сидите, сидите, пожалуйста, все, пускай мы, значит, снимем финалочку, и вы будете. И они застеснялись, такие убежали. Ну ладно, придется без них на заднем фоне. После финального блюда, честно говоря, нужно немножко перестроиться, потому что очень уж великое разочарование меня постигло с этим набором сашими. Ну просто ты выкинул деньги. Вот просто пришел, сказал, ребята, принесите мне блюдо, и ты не можешь сказать, что я верну это. Ну потому что вот куча селедки, она свежая, да, вполне. Лосось, который срезан не с того места, это Теша, который не подходит для сашими, его мало, но он свежий, вполне окей. То, что осьминожка не очень, но он не, как говорится, на грани, но тоже особо не докопаешься. Две свежие устрицы, что там, гребешок перемороженный, да это тоже не причина возврата, то есть, грубо говоря, тебя так аккуратненько со всех сторон поимели и вот все. И ты это не съешь, и ты это никуда не денешь, а деньги ты потратил. Поэтому да, в барах, господа, я думаю, что теперь понятно уже всем окончательно, никаких сашими и прочего. Если даже вы во Вьетнаме, где, казалось бы, морепродукты должны быть просто благоухать своей свежестью на каждом углу. Нет, это так не работает. Ну а что касаемо остальных блюд, мясо, гриль, это да, на тоун и бар. И это здесь неплохое. Даже я бы сказал отличное, потому что вот меня прежде всего удивил стейк. Это шикарный стейк, неплохой отрез, пускай там бедро, еще что-то, но они сделали полосочку. Это отличный вкус говядины, замечательный перечный соус и, соответственно, да, это было приятно. Неплохо меня удивило, но это скорее ностальгия, потому что краковская колбаска здесь не так часто встречается. По поводу мясной тарелки, другими словами, у меня претензий нет. Это лучшее блюдо на сегодня. Что же касается гриля, опять же, рыба у них очень даже неплохая. Передержали немножко, да и Господь с ним это вполне себе очень неплохо, потому что соусы грильные у них замечательные. Ну и насчет мидий, конечно же, это не про свежесть морепродуктов, это про гриль. То есть это закусочные мидии, закусочные, в общем-то, все остальное. То есть ты прежде всего сюда приходишь чем-то мясным закусывать, что-то интересное выпивать. Ну а в остальном они, конечно, не очень. Так что сюда затем, чтобы закусить и выпить. Ну а с вами был Константин для подписчиков Костян. Всем пока. Разорились мы сегодня. Разорились. Мы уже было собрались уходить и нам приносят такой небольшой комплиментик. То есть четыре кусочка колбаски, хлебцы рисовые, воздушные и обычное вот это вот рисо-кунжутовое значит, тесто. Краковскую мы уже сегодня пробовали типа докторская. Это домашняя куриная колбаса. Ну то есть другими словами когда вот эти вот все рецепты в интернете вы видите приготовила домашнюю куриную колбасу муж проглотил язык смели в один раз. Ну это такая же хрень, короче, которая ничего особенного из себя не представляет. Пробовать будешь? Ром не будет. А это что такое? Шкварки? Да, это свиные шкварки. Добавлено. Ну, микро-презентик дали. Покрустять можно. Но не более того. Недаром это и презентик. Спасибо вам на этом. И вот он финальный постскриптум-чек. На все про все у нас ушло миллион четыреста семнадцать. Это включая девяносто две тысячи, которое ушло у нас за четыре пива. Так что, другими словами, сами вычтите, сколько это у нас получается без пива чисто еда. давайте-ка посмотрим, что такое здесь. Правильно, правильно. Вот хвост отсюда вот так возьми, он, наверное, будет короткий. Вот так. Шкуру самое главное попробуй, потому что основная ядренность просто в ней. Ага, вот так. Да. Надо было на мясном сете останавливаться. Проверили. То есть, грубо говоря, тебя так аккуратненько со всех сторон поимели и вот все. Субтитры сделал DimaTorzok